Боже, ночью по телеку такая дрянь. Не обязательно это смотреть. Переключим на другой канал и посмотрим Конона. А я хочу напомнить, что это уже вторая часть развертки. Так что тем, кто тут впервые, настоятельно рекомендую ознакомиться с первой. Ссылка будет вот тут. Ну а сегодня мы продолжаем наше путешествие в миры Конона. Так что устраивайтесь поудобнее, киноразвертка начинается. Но прежде чем мы начнем, я хочу вот что сказать. Рекламодателей у меня сейчас нет, но ресурс в виде канала есть. Поэтому раз уж я не могу на нем зарабатывать, я воспользуюсь им, чтобы нести годноту в массы. Существует много хороших каналов, которые не могут подняться из бездны Ютуба, так как без продвижения это просто невозможно. Следующий канал можете считать моей личной рекомендацией, так как я являюсь его подписчиком и смотрел каждое из немногочисленных видео, вследствие чего отвечаю за качество. Ведущий там подходит к делу так же как и я, и это самое качество для него важнее скорости. Так что как и у меня, выпуска раз в неделю ждать конечно не стоит, но зато когда он выйдет, вы точно не пожалеете. Настоятельно рекомендую перейти по ссылке и хотя бы ознакомиться с этим прекрасным каналом, который освещает другое не менее важное искусство – музыку. Здесь выходят ролики на самые разнообразные музыкальные темы, затрагивающие различные временные эпохи и жанры. Будет интересно как меломанам со стажем, так и людям, только-только открывающим для себя мир музыки. Автор не просто перечисляет те или иные события, а устраивает из повествования настоящее шоу, где интрига и любопытство, разбавленное юмором, заставят вас смотреть выпуски на одном дыхании. Как говорится, весело и познавательно, вот пожалуй главный рецепт этого канала. И все это в уютно-ламповой атмосфере с отсылками к временам, когда аудио-видео носители были физическими и отношение к ним было особенным. Золотая эпоха MTV не прошла бесследно, она просто переродилась и трансформировалась в канал, подобный Лос-Стереос, о котором обязательно должны знать люди, неравнодушные к музыке. Ссылочка в описании. Чтобы научить актеров искусно и всесторонне обращаться с веренным им практическим настоящим оружием, Милиус нанял мастера карате и боя на мечах Киоси Ямадзаки. Киоси являлся мастером катаны и был владельцем сети дадзё по карате Рёбу Кай по всей территории США. Ямадзаки привнёс свой более чем 25-летний опыт боевых искусств в съёмочную группу Конана. Начиная с августа 80-го года Ямадзаки установил 5-месячный график тренировок для трёх главных актёров по 2 часа в день и по 3 дня в неделю. В течение этого периода японский мастер щепетильно отрабатывал с актёрами приёмы боя, которые впоследствии были использованы во время съёмок. Так что начинали актёры тренироваться ещё в Америке. Потом, когда команда отправилась на съёмки в Испанию, Ямадзаки поехал с ними на 3 месяца, чтобы закончить начатый курс. Там, ввиду того, что время поджимало, тренировки были ускорены. Теперь главная троица занималась по 2-3 часа в день, 6 дней в неделю. А ещё, например, Шварценеггер проходил обучение не только владению оружием и боевым искусством. Также он учился у специалистов в верховой езде, в том числе и на верблюде, которого, в отличие от лошади, он вообще видел первый раз в жизни. Также Арни обучили технике скалолазания, тому, как правильно падать, перекатываться и прыгать с большой высоты. Получается, это был этакий курс молодого бойца перед дальнейшей кинокарьерой, где все эти умения пригодятся ему сполна. Кроме того, даже был привлечён эксперт, который обучал Арнольда тому, как жить подобно его персонажу. То есть спать на открытом воздухе, разводить костры без современных средств, жить за счёт того, что найдёшь и охотиться. Шварценеггер отблагодарил этого эксперта, пригласив его на роль вражеского воина, который был изрублен в кадре. Но вернёмся к Ямадзаке, который значительно разнообразил виды оружия, используемого при обучении учеников. Вообще, при подготовке к съёмкам мастерам было выделено три основных направления тренировок. В первом преподавались основы карате и кэндо. Это искусство фехтования на бамбуковых мечах. Во второй стадии тренировок Ямадзаки обучал своих учеников искусству владения самурайской катаной, а также репетировал с ними в серии ката. Последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с воображаемым противником. И в заключении подготовки актёров Ямадзаки сосредоточился на их индивидуальных данных. Работа с каждым велась отдельно. Прорабатывались как проблемные моменты, так и преимущества телосложения. Ну, например, Арнольд – здоровый амбал. Его стиль, естественно, основывался на грубой силе. Джерри Лопес же вышел из тренировок, похожим на быстрого и хитрого ассасина. А Сандал Бергман, являясь танцовщицей, обзавелась грациозными, но резкими движениями. Найми Ямадзаки отражал глубокое уважение Миллиуса к творчеству режиссёра Акиры Курасавы, а также его любовь ко всему японскому. И это принесло свои плоды. Как говорил сам Миллиус, после курса молодого бойца от японского сенсея, ведущие актёры выполнили около 90% своих трюков самостоятельно. Также Ямадзаки помогал ставить и координировать некоторые из многочисленных поединков фильма, вследствие чего даже успел ненадолго появиться в камео, в эпизодической роли японского мастера меча. А ещё Ямадзаки обучал актрису, играющую мать Конана, основным приёмом владения мечом. Вы скажете, чему там её учить, она только немножко подержала его в руках. Но на самом деле она вполне себе давала отпор набейщикам Талса Дума, по пути убив нескольких из них. Именно поэтому к ней никто не смог подойти, и она осталась последней в деревне. Именно поэтому Дум снизошёл до того, чтобы убить её собственноручно, чтобы, так сказать, выказать уважение сильному противнику. Согласитесь, уже совсем по-другому смотрится сцена при этой мотивации антагониста. Но суть в том, что сами сцены боёв матери Конана были вырезаны, сохранились только лишь некоторые фотографии и логические ошибки в монтаже вследствие этой вырезки. Например, когда мать Конана сталкивается с Рексером и Торгримом, видно, что меч, который она держит, заляпан кровью. Это явно после боёв. Вообще проблема Конана в том, что было вырезано очень много. И ещё большая проблема в том, что почему-то вырезанные сцены до сих пор так и не предоставили общественности. Очень много удалений было сделано для того, чтобы получить рейтинг R. Например, в финальном монтаже очень мягко показана смерть матери Конана. Её даже пришлось переснимать, так как первоначально она была сильно жестокой. Обезглавливание было отснято с нескольких ракурсов и при отрубании головы сильно фонтанировала кровь. Также была изготовлена аниматронная голова актрисы, которая лежала на снегу и стекая кровью, при этом рот продолжал открываться, а глаза были сильно выпучены. Всё это было вырезано, так как к фильму светил рейтинг X, что сильно бы ограничило поток зрителей в кинотеатры. Что интересно, об этом всём говорится в разных интервью, но невозможно найти ни видео, ни хотя бы нормальной фотографии самой головы. Вот эта фотка, это единственное, что я нашёл. Кстати, отцу Конана тоже отрубали голову и тоже вырезали эти кадры. Вот даже фото, как режиссёр держит отрубленную голову кузнеца. Оно сохранилось, но насколько я понял, обе головы и матери и отца Конана всё-таки можно увидеть в кадре. Вот они, насаженные на пике в данной сцене. Я насажу на пику твою голову! Настойчивое стремление Миллиуса к реализму не ограничилось настоящими мячами вместо резиновых. Три его ведущих актёра, Шварценеггер, Бергман и Лопес, все они были спортсменами высокого класса в своей сфере и обладали превосходными физическими данными, что было немаловажно для предстоящих изнурительных съёмок. Ведь Миллиус хотел, чтобы бои на мячах были подлинными, как и сами мячи. Кроме того, исполнители главных ролей сами выполняли большую часть каскадёрской работы своих персонажей, что тоже способствовало реализму на экране. Это была немыслимая процедура для большинства постановок того времени, всё существование которых зависело от благополучия главных актёров. Но Миллиус пошёл на этот риск. Кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Сядь! Убедившись, что его молодые звёзды-спортсмены готовы и могут справиться с рисками, Миллиус нанял одного из самых уважаемых каскадёров того времени – Терри Леонардо. На тот момент Терри занимался каскадёрским ремеслом уже более 15 лет. Собственно, он катал на колесницах ещё в Бенни-Гуре 59-го года. За этот период он стал живой легендой, одним из самых известных, востребованных и уважаемых каскадёров в кинобизнесе. К тому моменту Леонард уже поработал над рядом фильмов Миллиуса, включая «Диллинджера», «Ветер и лев» и «Жизнь и времена судей Роя Бина». Затем Леонард выступил в качестве второго режиссёра в фильме «Всё решается в среду» и в совместном продюсерском проекте Миллиуса и Спилберга «Поддержанной автомобили». Также Терри был задействован и в первом «Индиане Джонсе Спилберга». Именно он выполнил трюк со скольжением под нацистским грузовиком. Кстати, этот же трюк Терри проделывал и ранее, но в вестерне с лошадями и повозкой. Так что, учитывая перечисленную фильмографию, попадание Леонарда в Конана было просто предопределено. Тут ему предстояло стать координатором трюков Конана, обучить всем трюкам главных актёров, побыть вторым режиссёром картины и даже подцепить красотку. Дело в том, что на съёмках Конана Терри замутил не с кем-то, а с самой Сандал Бергман. И потом какое-то время они были в отношениях. Леонард поставил хореографию боёв на мечах Конана так же, как хореографию классического киношного кулачного боя. Ракурсы камеры позволяют уносить, казалось бы, опасные удары, в то время как на самом деле оружие проходит далеко от тела актёров. Кстати, интересный факт. Вот в этом моменте культист, которого Бергман сбрасывает в колодец, это и есть Терри Леонард, сам выполняющий трюк. Терри был приятно удивлён опытом актёров. Интенсивная подготовка по боевым искусствам, которую они прошли у Киоси и Ямадзаки ещё до того, как вышли на съёмочную площадку, была огромным плюсом. Но помимо Леонарда и Ямадзаки, и сам Миллиус, являясь большим поклонником оружия, не упускал возможность объяснить актёрам, что лично он хочет видеть в сценах с его применением. Несмотря на кучу специалистов, совсем без происшествий, конечно, не обошлось. Вот, например, сцена, в которой Арнольда преследуют голодные волки, загоняя его на скалы, через которые он и найдёт вход в склеп с мечом Атланта. Кстати, на самом деле это были дрессированные собаки, обученные нападать на медвежью шкуру, которую носил актёр. Внезапно всё пошло не так. Один псевдоволк не выкупил постановый, вырвался из стаи и ударил Шварценеггера с прыжка прямо в грудь, свалив его и себя с трёхметрового обрыва. Шварценеггер приземлился на спину в заросли Бриара, а бешеное животное скреблось по его туловищу. Вот так Конана ушатал обычный пёс. Суперпёс Но, кстати, как и его вымышленный персонаж, Шварценеггер оказался довольно стойким малым. Несмотря на сильные ушибы, очень болевшую поясницу и несколько порезов, Арни сказал, что это небольшая проблема и съёмки можно продолжать. Хотя эпизод из-за этого случая пришлось сильно сократить. Изначально должна ещё была быть сцена, в которой Конан вылезал из пещеры с мечом, а волки всё ещё его поджидали, и тогда он разделывал их под орех. Но после несчастного случая Миллиус нашёл компромисс в виде юмористической вставки. Конан разрубает цепи свежеприобретённым мечом и загадочно смотрит в камеру. В следующем кадре он уже одет в волчьи шкуры, что как бы намекает. Этот несчастный случай, по словам Шварценеггера, задал тон всей работе над фильмом и дал понять, что актёрство может быть крайне опасным ремеслом, и то, что задумал Миллиус, не будет лёгкой прогулкой. Я не сказал, что будет легко. В общем-то, так оно и было. К тому моменту, когда съёмки Конана завершились, Шварценеггер не только упал со скалы, но и был почти обезглавлен. Во время этой сцены Арни встал на колено и использовал свой меч, чтобы блокировать сильный нисходящий удар топора Бена Дэвидсона. Но острие топора неожиданно соскочило и попало в шею Арнольда, счасав изрядный участок кожи. После этого какое-то время Шварцу приходилось носить дополнительный грим, чтобы скрывать рану. Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. В сцене, в которой Конан падает в пещеру Крома, Арнольд получил лёгкую травму и сказал режиссёру, что у него идёт кровь. После чего Миллиус ответил, что так даже реалистичнее. Также Арни несколько раз падал с лошади и один раз даже с верблюда, порвав при этом связки. Нужно отметить, что с верблюдом у него вообще плохо получалось наладить контакт. В общем и целом, австрийский дуб сказал, что его дублёр сделал за него ровно один трюк, что-то связанное с лошадью. Всё остальное Арни делал сам. Или что-то делали с ним. Например, стрелы, выпущенные субботаем в змея, прямо над головой Шварценеггера, были вполне настоящими. Кстати, из лука стрелял сам Джон Миллиус, предварительно доказав команде, что он в этом деле профи. У Бергман дела обстояли не лучше. Палец её руки был раздроблен до кости, когда оружие противника случайно соскользнуло с её меча и попало по пальцу. Пришлось даже накладывать швы. Рана оказалась такой болезненной, что Бергман не могла взять в руки меч в течение двух недель. Чтобы предотвратить дальнейшие несчастные случаи с мечами, к Тальвару Валерии была добавлена увеличенная гарда. Изначально она была совсем маленькая. Итак, перейдём непосредственно к съёмочному процессу. Первоначально планировалось, что Конан будет сниматься в Югославии, поэтому Рон Копп, чтобы всё подготовить, отправился туда ещё в середине марта 80-го года. Югославия! Югославия! Однако вскоре стало очевидно, что выбор Югославии был большой ошибкой. 4 марта умер лидер страны маршал Иосип Тита, что уже в том же месяце привело к началу политического кризиса. Между югославскими республиками начали возникать трения. Обстановка быстро ухудшалась, киношникам было трудно найти подсобных работников, и даже такие простые вещи, как междугородние телефонные звонки, было очень сложно организовать. Да и кроме этого, югославские производственные мощности и технический персонал оказались не приспособленными для работы с фильмами такого масштаба, как «Конан». Югославские специалисты не имели знаний о стекловолокне и полистироле – двух важнейших элементах для строительства декораций. Поэтому они предложили в качестве декораций выстроить настоящее здание, а это было очень дорого. В общем, уже в мае Рон Копп решил временно переехать в Рим, пока они всем составом искали страну, подходящую для затянувшегося производства. Все пути ведут в Рим. Рассматривали разные варианты, но в итоге выбор пал на Испанию. Родина конкистадоров была выбрана за отличные производственные мощности, разнообразные ландшафты и большой опыт съемочных групп, которые работали над такими большими эпическими полотнами, как «Царь царей» и «Эль Сид» с Чарлтоном Хэстоном и Софи Лорен. К тому же немаловажным фактором было и то, что Миллиус уже снимал «Ветер и лев» в Испании, в Альмерии, и был хорошо знаком с этой страной и ее особенностями кинопроизводства. Это Риф. Я, Мули, Эль Хаммед, Мохаммед, Райсули, Великолепный. Хозяин пустынных земель. Я истинный защитник верующих, кровь пророка течет во мне, и я слуга его воли. В течение лета и осени 80-го года различные производственные отделы Конана обустраивались в огромном складе всего в 30 километрах от Мадрида. Здание было достаточно большим, чтобы разместить полдюжины внутренних декораций. Когда-то ранее это был покрасочный цех для тракторов. К тому времени руководители различных отделов были уже подобраны и обживались на новом месте. Ник Алдер, который работал, да над чем он в общем-то только не работал. Начиная с фильмов студии Хаммер 60-х годов и заканчивая телевизионными кукольными шоу Джерри и Сильвии Андерсон. А затем в составе еще четырех человек Ник получил Оскар за спецэффекты к фильму Чужой. А позже участвовал в создании фильмов Империя наносит ответный удар и победитель дракона. В общем, он был назначен главным по спецэффектам в Кононе. В команду Алдера вошли такие ветераны создания эффектов, как Роджер Николс и Рон Хоун, также работавшие с Алдером над Чужим и Звездными Войнами. Кстати, именно Рон Хоун разработал радиоуправляемого йоду для Империи. Карло де Марчис, также работавший над Чужим, был изначально главным по специальным эффектам с использованием грима. С ним в связке работали Колин Артур, в свое время отвечавший за грим обезьян в фильме «Космическая Одиссея-2001», и скульптор Питер Войси, ранее работавший над Чужим, Суперменом и Флэшем Гордоном. Для Конона Войси создал маски, использованные во время превращения Талсы Дума в змею. Но, как ни странно, первый съемочный процесс состоялся вовсе не в Испании. В середине октября 1980 года Миллиус и Шварценеггер прилетели в английскую студию «Шепертон», чтобы снять первые кадры будущего фильма. В них Шварценеггер восседает на троне загримированной под 60-летнего короля Аквелонии. В кадре он произносит сокращенную версию немедийских хроник Говарда, отдавая дань первоисточнику. Текст, звучащий за кадром, должен был зачитать сам Шварц. Так хотел режиссер. Но боссы студии, все еще не смирившиеся с акцентом австрийца, настояли на закадре, который зачитал другой актер из фильма «Мако». Эти кадры изначально задумывались как такой своеобразный трейлер, который должен был крутиться перед показом в кинотеатрах другого фильма студии Де Лаурентиса «Флэш Гордон», выход которого намечался в декабре. Однако к премьере «Флэша» трейлер так и не успели сделать. И чтобы кадры не пропали, решено было их вставить в будущий фильм про Конана. Причем эта речь изначально должна была открывать фильм, это уже потом ее переместили в конец, при этом изменив и сам текст. Миллиус и основной актерский состав прибыли в Испанию только в декабре 80-го года. К слову, репетиции начались еще в Америке в сентябре в офисе Дина де Лаурентиса и продолжались в Испании в течение декабря. Съемки Конана велись по шестидневному рабочему графику. Работа обычно начиналась около 10 утра и заканчивалась к 7 вечера. Хотя ключевые фигуры, такие как Шварценеггер и Миллиус неизменно приходили раньше и уходили позже этого времени. Съемочный график Конана должен был занять почти 5 месяцев, с начала января до конца мая 81-го года. Было решено разбить съемки на две части. До середины марта съемки проходили в Мадриде и его окрестностях. Интерьеры снимались как в том самом арендованном складе возле Мадрида, так и в самолетном ангаре в Тарехоне, крупнейшей военной авиабазе Испании. После середины марта съемочная группа покинула столицу Испании и переместилась на юг, в прибрежные районы Альмерии. Там была отснята основная часть экстерьеров фильма. Ну, рассказывай. Все по порядку. Хорошо же, Глов. Начнем с первой значительной декорации фильма. Сюжетная линия начинается в доме Конана, в простой кемерийской деревне. Она была расположена в лесу в 20 километрах к югу от города Сеговия, недалеко от горнолыжного курорта в долине Вальсен. Построенная всего за месяц, эта деревня выглядела суровой и грубой, убедительно изображающей жилища сурового и примитивного народа. Полноразмерные хижины были отстроены из настоящего дерева. Кузница мастера была создана полностью функционально, и только питалась она не дровами, а скрыто подведенной газовой линией. Такие же линии Ник Алдер и его команда по эффектам подвели и к кострам, и к хижинам. Так можно было быстро управлять огнем между сценами, не прибегая постоянно к настоящему розжигу. Итак, следующая декорация это так называемое колесо боли. По факту огромный точильный камень, питаемый силой рабов. По замыслу Коба декорация должна была быть построена над ямой. Эту яму пришлось сначала буквально выбивать из скальной породы. Затем конструкция была укреплена железной арматурой. Но самое интересное, что зрителям не покажется очевидным, это то, что колесо боли на самом деле было действующей мельницей. У декорации был работающий механизм цепей и шкивов, и даже был туннель под ямой, в котором, расставив мешки, вполне можно было бы собирать готовую муку. И сами камни тоже могли бы измельчать зерно в муку, если были бы настоящими камнями. На самом деле, для облегчения веса они были изготовлены из полого стекловолокна. Также для снижения трения колесо боли было установлено на шарикоподшипниках. И учитывая эти факторы, Шварценеггер вполне мог толкать весь механизм в одиночку, не особо напрягаясь. Кстати, скрипящие звуки работающего колеса не были добавлены позже. Они на самом деле являлись и естественным побочным продуктом этой конструкции. Бои в яме, или так называемый питфайтинг, были взяты Миллиусом прямиком из американской истории и адаптированы к гибарийскому миру Говарда. То есть, у писателя такая глава жизни Конана описана не была вообще. Тут Миллиус обратился к историям Джима Боуэй, героя Техасской революции. В честь него еще назван Нож Боуэй. Так вот, когда он еще был молодым траппером, то есть, звероловом промышляющим пушниной, они часто напивались и, как полагается, молодая южная кровь начинала кипеть. Тогда трапперы выкапывали яму и парами дрались в ней на ножах. Победителем становился тот, кто выползал живым. Посмотри на меня. Прощай. Вот на этом факте и основаны были гладиаторские бои Конана, показанные в фильме. Снимались они в разных местах, было построено шесть ям. Разнообразные жестокие рукопашные схватки были поставлены Терри Леонардом при непосредственном участии самого Миллиуса. Изначально продолжительность боев в яме должна была быть длиннее в два раза. Но много материала пришлось вырезать. Если посмотреть вот на эти кадры, на которых Миллиус обильно поливает актеров искусственной кровью из большой канистры, становится понятно почему. Вот, например, фото какого-то боя в огненном кольце. В фильме от него нет ни следа. Также в сценах боев на секунду можно заметить темноволосую женщину-питфайтера. Это тоже был отдельный большой бой, у которого даже была история. Во время драки девушка начинает симпатизировать Конану, возможно даже влюбляется в него, но он, воспользовавшись моментом, просто обезглавливал ее. Кстати, играла эту гладиаторшу не актриса, а личная секретарша Джона Миллиуса. Для данного эпизода Карло де Марчисом даже была создана отрубленная голова этой женщины. Саму голову можно мельком заметить вот в этом кадре, сохранившемся в фильме. Как вы уже догадались, сцена в итоге была удалена, чтобы получить необходимый рейтинг. Но не менее загадочная удаленная сцена из последовательности боев в яме – это внезапно появление там Валерии. То есть на самом деле встреча Конана и Валерии возле башни змей была не первой. По первоначальному сценарию принцесса воров уже пересекалась с Конаном. Все потому, что она тоже была питфайтером и дралась в яме, но не против Конана. Видимо там их пути расходились, чтобы позже возле замка змеи сойтись вновь. Кстати, в самом конце битвы при Курганах Конан поворачивается к алтарю, на котором накануне было сожжено тело Валерии, и показывает победную стойку питфайтера. И так принято отдавать дань только тем, кто разделял с тобой кровь гладиаторской арены. Этот древний кемерийский труд содержал описание похоронных обычаев, погребальные заклинания. По сюжету фильма, рыжебородый хозяин гладиаторов отпускает Конана просто так. Шоу! Конан, ты свободен! Иди, иди ты свободен! Мне вот всегда было непонятно, зачем он это сделал. Внезапно хозяин бьющихся на смерть рабов стал сантиментальным. Ну да ладно, может понимал, что рано или поздно Конан сам сбежит. И скорее всего через его труп. Но суть в том, что изначально обретение Конаном свободы задумывалось совсем по-другому. Случалось землетрясение, оно рушило пещеру, в которой томился кемерийц, и через погнутые прутья решетки тот выходил наружу. Там он находил своего хозяина, который держался за камень, пытаясь не упасть в яму. Хозяин предлагал за свое спасение Конану все, что тот захочет, даже свободу. На что Конан, оглядываясь вокруг, логически замечал, что она у него уже есть. После чего удалялся, не оказав своему бывшему хозяину помощи. Говорят, что эта сцена тоже была отснята, но существует только производственный эскиз. Не менее интересная декорация – это сырая и темная пещера, которую охраняет гигантский скелет давно умершего атлантского воина. А в его руке покоится необычайно красивое оружие – меч атлантов. С одной стороны, эта сцена не выдумана и взята с рассказов о Конане. С другой, она, можно сказать, тоже не канон, так как была написана не Говардом, а Декампом и Картером, которые продолжили дело умершего писателя. И, по словам Миллиуса, эти работы ему мало нравятся. Миллиус оставил из них только антураж, сделав скелет полностью безжизненным, в то время как в книжной версии Конану пришлось вступить в борьбу за жизнь с этим агрессивным и энергичным трупом. В фильме же от этих книжных описаний остался для фанатов лишь издевательский намек. От сражения Конана со скелетом Атланта пришлось отказаться, ибо Миллиус не хотел ни малейших намеков на сравнение его фильма с Синбадом. А постановка боя человека со скелетом в 1982 году неизбежно означала бы обращение к стоп-моушен-анимации, популяризированный как раз Рэм Харри Хаузеном, именно в таких фильмах, как Синбад. Первоначальные эскизы помещения и скелета Атланта, как полагается, были нарисованы Роном Кобом. На основе этих рисунков была создана и декорация пещеры, и буквально по косточкам был изготовлен и собран гигант высотой 2,5 метра. 2,60, если быть точным. Снимали сцены в склепе в январе 1981 года. Но все же некоторые отличия от эскиза у декорации есть. Дело в том, что Коб и Миллиус не пришли к общему мнению касательно позы мертвого Атланта. Коб хотел, чтобы тот сидел торжественно и с достоинством. Но в последнюю минуту Миллиус перепозиционировал скелет так, чтобы он сгорбился на троне, широко расставив ноги. Коб считал, что это выглядит глупо, но у режиссера было право последнего слова. Я тут главный, и последнее слово должно быть за мной. Съемки экстерьеров логова Волчьей Ведьмы проходили среди скал Сьюдат Энкантада, что в провинции Куэнкар, в районе, известным своими странными и завораживающими скальными образованиями. В общем-то, те места, по которым слоняется свежеосвобожденный Конан, существуют и сегодня. А экстерьеры хижины Волчьей Ведьмы были построены вот в этом проходе между скалами. Благодаря своему интересному внешнему виду, эти образования использовались при съемках различных фильмов. Таких, как, например, «Спагетти-вестерн-наемник» 1968 года и фильм на тему динозавров «Долина Гванги» 1969 года. Также Куэнка является частью исторического региона Ла-Манча, известного как местодействие романа Мигеля де Сервантеса «Хитроумный идальго» Дон Кихот Ла-Манчский. А сами сцены с ведьмой стали данью уважения Миллиуса к японскому мистическому фильму Масаки Кабояши 1964 года «Кайдан», состоящему из нескольких новелл. То, что происходит в логове Волчьей Ведьмы, частично основано на эпизоде «Женщина-снегов» из фильма «Кайдан». Но там была ледяная женщина, а тут у нас огненная. И когда Конан понимает, что страсть этой ведьмы не унять даже ему, он бросает ее в костер. После чего ведьма превращается в огненный шар. Взрыв в камине и остальные вспышки были настоящими, сделанными при помощи скрытых газовых баллонов. Но суть в том, что все это было усилено на постпродакшене компании Питера Курена «Визуал Концепт Инженеринг» при помощи оптических эффектов. Вспышкам добавили больше анимации, нарисованной вручную. Шару на улице, также снятому пиротехниками при помощи металлической лески, команда по эффектам удлинила пламя и создала эффект присутствия в объекте чего-то потустороннего. Большая ранее построенная декорация в пустыне Альмерии под названием Форт Эль Кондор стала городом Шадизар, в котором Конан и Субатай впервые встречают Валерию. Эти строения возвели еще в 70-м году для фильма с Ливан Клиффом, который так и назывался «Эль Кондор». По сюжету данная крепость являлась эдаким прообразом Форта Нокс. Тут хранилось все мексиканское золото. Моя, моя прелесть! Но декорации потребовали значительных изменений под Конана как внутри, так и снаружи. Миллиус был не очень большим любителем использовать много оптических эффектов для улучшения декораций на постпродакшене. Он всегда говорил, что хочет видеть работу сразу на пленке, а не 6 месяцев спустя в лаборатории. Поэтому, чтобы избежать всего этого, Рон Кобб привлек к помощи специалиста по миниатюрам Эмилио Руиза, который после также будет работать и над вторым Конаном, и над Дюной Дэвида Линча. Чтобы Шадизар выглядел реально, Руиз использовал проверенный метод. Миниатюры изготавливались так, чтобы размещенные на натуре они сливались с реальным фоном. Вот пример. Конан и Суббатай бегут к Шадизару, и он выглядит как настоящий город. Но на самом деле только часть города была настоящей. Остальное – миниатюры на переднем плане. Стены и ворота в центре – это реальные декорации Эль Кондора. А башня Змеи с ближайшими строениями справа и город за стеной слева – это миниатюры, стоящие на переднем плане далеко от самой крепости. Вся магия в перспективе и тщательно продуманной глубине фокуса. Плюс такого метода, в отличие от съемок в павильоне, в том, что миниатюры Шадизара естественным образом освещались теми же источниками света, что и полноразмерной декорацией, создавая тем самым бесшовную иллюзию. Трюк с перспективой был также использован из башни в Змеи в Шадизаре. Руиз построил несколько различных башен высотой 60, 40 и 20 сантиметров, которые использовались как на локациях Эль Кондора, так и в миниатюрном городе Шадизар. Трех с половиной метровая башня Змей также появляется на заднем плане, когда Конан и Субатай перелезают через стену сада. Эмилио Руиз также нарисовал на листе алюминия вид деревни со Змеиной башней для эпизода скитаний Конана в поисках Талсы Дума. Но этот кадр был вырезан из окончательного монтажа. Нет, единственное, что я знаю, это Змеи сета в тех проклятых башнях. Они подсюду же, во всех городах. Базар, который посещают Конан и Субатай, это дополненный декорациями замок-крепость Аль-Касаба де Альмерия, находящийся, как нетрудно догадаться, недалеко от Альмерии. В различное время на территории крепости проходили съемки и других фильмов, например, серии Бондианы «Никогда не говори никогда» и «Индиана Джонс. Последний крестовый поход». А в ходе работ над сериалом «Игра престолов» в Алькасабе снимали сцены, относившиеся к вымышленному королевству Дорн. В сцене базара появлялся и сам Миллиус. Именно он продавал Конану вот этих жареных ящериц на палочке. Вкусно? Не знаю, мясо, наверное, старое. Но сам момент продажи в итоге не попал в финальный монтаж картины. Ящерицы на палке. Свежак. Шевелись. Тут еще толпа голодных. Вообще, концепция «Ящериц на палочке» принадлежит Уильяму Стауту, нанятому уроном Кобом в себе в помощь. Стаут предположил, что даже во времена Конана должен был существовать этакий гибарийский аналог современной фастфуд-индустрии. Так и возникла идея продавца «Ящериц на палочке». Пахнет вкусно. Еще в сценах похода героев по базару был момент, когда некий карманник пытался незаметно обокрасть Конана, а тот резким движением отрубал ему руку. Сохранилось несколько фотографий, но сама сцена была вырезана из окончательного варианта монтажа, чтобы получить необходимый мягкий рейтинг. Он умер, потому что совершил ошибку. Хотел украсть у меня нечто очень ценное. Но самое интересное в локации Аль-Касабы кроется в деталях. Это замок Короля Озрика. То самое место, куда наша незадачливая троица воров была добровольно принудительно доставлена на ковер к правителю. Вот эти воры, которых вы хотели найти. Миниатюра замка снималась под тем же принципом, что и город Шадизар. Руиз расположил свой макет далеко от натурного строения и, используя трюк с перспективой, все это было отснято на пленку. Модель дворца Короля Озрика была изготовлена высотой около 1 метра 30 сантиметров. Дворец был не только освещен, как и хижины, но и оснащен тележками с моторчиками, чтобы оживить двух 9-сантиметровых кукольных солдат, охраняющих парапеты замка. Но этого всего мы, к сожалению, не разглядим, так как очень мало материала попало в фильм. Это буквально пару секунд в сцене базара и еще пару секунд вот в этой ночной сцене. Во время съемок фильма «Конан Варвар» в нескольких сценах был необходим настоящий снег. И поэтому съемочный график рассчитывался так, чтобы захватить зимние месяцы. Но, как назло, в тот год в Испании со снегом не свезло. Зима выдалась аномально сухая. Такого на тот момент не наблюдалось уже более 20 лет. В отсутствии кристаллизации капелек воды естественным путем пришлось искать выход из положения. Чтобы показать зиму в кемерийской деревне, был использован заменитель снега в виде мелкой мраморной крошки, которую пришлось закупать и доставлять на площадку, что обернулось дополнительными расходами. Мраморный снег, усыпавший всю деревню в кадре, обошелся студии в 80 тысяч долларов. Также снег требовался для нескольких сцен с колесом боли, чтобы показать смену времен года и то, как молодой Конан мужает на глазах, толкая сию конструкцию. И тут проблема. Да, в крупных планах все тоже можно было засыпать мраморной крошкой, но вот с общими планами, когда снег нужно показать далеко в горах и даже на них, это становилось большой проблемой. Тогда уже знакомому нам миниатюрщику Эмилио Руизу было поручено сделать миниатюрную модель колеса боли, покрытую снегом. Эмилио разместил свою модель на нужном расстоянии так, что для наблюдателя она была пропорциональна натуре, то есть горы на фоне были настоящими. Затем он разместил большое стекло позади модели и уже на нем нарисовал снег, таким образом, чтобы он идеально совпадал с силуэтом гор, создавая иллюзию того, что горы полностью покрыты зимними осадками. Несмотря на то, что материал был отснят, использовать этот труд Эмилио Руиза не пришлось, так как однажды по утру на эту местность обрушился настоящий снег. Киношники быстро подсуетились и отсняли нужные сцены на натуре. Помимо смешения миниатюр с натурными съемками, Руиз также построил масштабную модель Шадизара в Тарехоне. Миниатюра была использована в сцене, когда Конан и Субатай созерцают вечерний Шадизар, находясь высоко на холмах. Модель города под ними занимала 35 квадратных метров. Но, увы, эту сцену убрали из финального варианта монтажа. И лишь часть этой декорации можно мельком заметить в эпизоде «Побега героев с башни змеи». Для полуночного набега Конана на центр поклонения последователей культа Сета понадобилась полномасштабная декорация башни змей. Полноразмерная башня змей высотой 12 метров была построена в Тарехоне и возведена на двухъярусной платформе высотой 3 метра. Эта декорация была одним из самых сложных сооружений, реализованных для фильма. Внутренние декорации, змеиная пещера, крипта, а также различные шахты, тоннели, колонны и проходы были настолько масштабными, что их пришлось разместить в двух разных помещениях. Башня змеи перекочевала в фильм прямиком из романа Говарда «Башня слона», по сюжету которого Конан планирует выкрасть оттуда сердце слона, сказочную драгоценность, принадлежащую магу Яру, живущему в башне. Со своим другом, принцем-вором Таурусом, они взбираются на башню, но Конан там встречает сопротивление в виде охранника, трехглазого монстра, третий глаз у которого на затылке. В пылком сражении кемериец одерживал победу. Эта сцена перекочевала и в фильм, только монстра, согласно сценария, должен был убить Суббатай, первым поднявшись на башню. Эти сцены были отсняты, но их невозможно найти. Разве что я смог найти фото самого трехглазого монстра, которого и убивал Суббатай. Кстати, под его маской скрывался известный испанский комедийный актер Хосе Луис Чинчило. Вот он, например, в «Острове сокровищ» с Орсоном Уэллсом. Стой! Он наш заложник. Есть мнение, что эта сцена была вырезана, потому что она создавала атмосферу популярной тогда трилогии о Синбаде, чего Джон Миллиус всячески пытался избежать. При изучении окончательного варианта монтажа можно заметить, что когда Конан и Валерия поднимаются на башню, Суббатай показан нам уже держащим руку на рукоятке своего меча, как будто он только убирает его в ножны. И это как раз потому, что только что тут был замес, который и был вырезан. Что касается Валерии, то видно, что изначально она несет свой меч за спиной, но в следующем кадре она уже держит его в руке, а затем тоже убирает в ножны. Объяснение этому ляпу кроется также в вырезанной сцене. По роману, принц воров отковыривал своим мечом на башне драгоценный камень. Это же делала в фильме и Валерия. Вот обратите внимание, она увидела свою добычу, потом вырезанная сцена, где она достала меч и отковырнула несколько саппиров, что кстати есть в сценарии. И потом уже мы видим, как она убирает меч в ножны. И тогда все становится логично. Итак, после нескольких вырезанных сцен, наша троица спускается в 60-метровую шахту, ведущую во внутреннее помещение башни. Кто может так вонять, а? Кобу пришлось применить всю свою изобретательность, чтобы добиться этого эффекта. Ибо естественно, 60-метровый спуск на самом деле никто не строил. Чтобы создать иллюзию такой глубины, было изготовлено большое зеркало. Его установили у основания башни под углом 45 градусов. Это зеркало отображало еще одну трубу меньшего диаметра, которая была изготовлена сужающейся и была горизонтально присоединена к основанию башни. Камера, смотревшая прямо в тоннель, улавливала отражение этой второй сужающейся секции и создавала впечатление огромной глубины. Было только одно опасение, если бы кто-то из актеров сорвался вниз, он упал бы прямо на зеркало и последствия были бы печальными. Итак, подземный лаз приводит наших героев в крипту под центром человеческих жертвоприношений, в которой находится драгоценный камень под названием «Глаз змеи». И еще змея, собственно, его охраняющая. Я все вижу. Кстати, само убийство Конаном гигантской змеи напоминает убийство Зигфридом Фафнера в опере Вагнера «Кольцо Нибелунга». Во время подготовки к съемкам фильма обсуждался подход к созданию змеи при помощи покадровой анимации. Но режиссер хотел, чтобы актеры реагировали на настоящую полнометражную змею. Поэтому перед руководителем отдела эффектов Ником Алдером была поставлена сложная задача по созданию 11-метровой механической змеи. Аниматронный монстр был построен в Англии, а затем привезен в Испанию. 11 метров в длину и полметра в диаметре, с головой 60 сантиметров шириной и 75 сантиметров в длину. Вот точные размеры этого монстра. За точку отчета были взяты эскизы художника-постановщика Рона Коба. Скульптор Питер Войси извоял шкуру змеи одним большим куском, отлив за раз все 11 метров. Затем, чтобы правильно продумать начинку, с нее были сняты формы. В сумме около 50 штук. Гигантская змея была создана за 10 недель, и стоимость ее составила 20 тысяч долларов. На сегодняшний день это почти 70 тысяч долларов. Не дешево, конечно, но оно того стоит. Алдер очень хотел построить первую правдоподобную гигантскую змею в истории кинематографа. И поэтому уделил особое внимание ее конструкции. Скелет змеи был создан из дюралюминия, так как этот сплав, используемый в авиастроении, прочный и одновременно легкий. А мускулатуру имитировала система стальных тросов, что позволило создать очень точную копию настоящей змеи в плане ее повадок. В натуре как живая! Скелет змеи управлялся гидравликой и был соединен с платформой управления под телом змеи, что позволило обойтись без внешней проводки. Декорация змеиной камеры была слишком мала, чтобы змея могла быть размещена там целиком. Поэтому были спроектированы и построены две отдельные 5,5 метровые секции змеи. Каждая имела свои независимые внутренние механизмы. Передняя половина была оснащена гидравлическим плуншером с противовесом, который был достаточно мощным, чтобы перемещать по заявлению создателей от 3,5 до 9 тонн. По сценарию змея должна была подхватывать Шварценеггера и поднимать над землей. А подниматься она могла почти на 4 метра. Такая меха-гадюка могла легко причинить актеру серьезные травмы, если допустить ошибки в управлении. Голова змеи была также тщательно продумана. Ее верхняя и нижняя челюсти способны были открывать пасть в нескольких различных выражениях. Трубки, проходящие через голову и зубы змеи, позволяли операторам либо подавать кровь из раны, либо капать с клыков ядовитой слюной. Змеиная камера была оборудована ложным дном. Гидравлика, скрытая под брюхом змеи, позволяла ей двигаться вперед и извиваться из стороны в сторону. Были созданы специальные шарнирные секции тела, которые могли скручиваться и обивать Шварценеггера во время боя. Такие части гигантской змеи управлялись отдельно. Панель управления скрывал тщательно подобранный ракурс камеры. Для отрубания змеиной головы камеры останавливались, и механическая голова заменялась другой ее версией, соединенной с секцией тела и со шлангом для крови. Камера включалась, Шварценеггер протыкал резиновую часть тела, в результате чего получался фонтанирующий кровавый трибьют Говарду. Всего использовалось три различных полноразмерных змеи. Боевая и со съемной головой, о которых я уже рассказал, и одна просто резиновая с нейлоновым скелетом. Она была намного легче механической, весила всего 130 килограмм, и ее Шварценеггер мог таскать и швырять своими силами. Также эта змея использовалась для неподвижных кадров, где пресмыкающаяся просто лежит, свернувшись вокруг алтаря. К сожалению, очень многие отснятые материалы со змеей не попали в финальную версию фильма. Очень много осталось за бортом. Вот, например, на этом фото видно, что Конан не пронзает змею снизу в челюсть, как это показано в фильме, а направляет ей свой клинок прямо в пасть. Сам Шварц рассказывал, что снимали сцены со змеей целых пять дней, и что в том числе змея поднимала его высоко в воздух. Сцены были очень кровавые, и, скорее всего, поэтому их пришлось вырезать. Режь! Вот здесь. Варварская таверна, в которой наши удачливые воры проматывают награбленное, снималась на чердаке монастыря 17 века в городе Таламанка. Это был известный центр виноделия, в старые времена монахи владели всей долиной и торговали там винчиком. Монастырь более-менее сохранил аутентичный вид того времени, поэтому в 80-е это место было известно как раз благодаря многочисленным снимавшимся тут фильмам и сериалам. Сцена с паломниками культа Сета была самой массовой в фильме. В так называемой «Процессии верных» участвовало 1500 статистов. Но более интересный аспект в данных сценах – это крепость Талси-Дума. Она же гора власти, находящаяся на недоступной горной вершине. Чуть ниже вершины и располагался храм Сета, служащий святилищем культа. Проект храма Рон Коп рисовал как смесь вариаций смешения восточной и греческой архитектуры, в которой ярко выражен змеиный мотив, символизирующий Талсу-Дума и его культ. Здесь есть змеиные перила, скульптуры змей, мозаичные инкрустации в виде змей и много-много всего со змеями. Сам храм несколько напоминает декоративные японские ворота с их резными украшениями, латунной фурнитурой, обилием дерева и голубой плитки. При создании такого рода сооружений обычно приходится прибегать к рисованию задников, то есть к мэтт-пейнтингу, но в Конане храм построили по-настоящему. Более того, он был настоящий как снаружи, так и изнутри. Храм стал самым большим сооружением, сделанным для фильма. Он был 50 метров в длину, 22 метра в высоту и имел 120 ступеней на своей лестнице. Кроме того, это также была и самая дорогая декорация картины. Стоимость строительства храма составила 350 тысяч долларов. На сегодняшний день, с учетом инфляции, это почти миллион 200 зеленых. Это серьезный проект? Примерно две сотни рабочих строили эту величественную декорацию три месяца. Для возведения была выбрана гора Близ Альмерии, называющаяся Агуадульсе. Строительство храма на склоне горы оказалось крупным инженерным проектом. К счастью, к основанию горы ввела грубая естественная подъездная дорога, которая в фильме дублируется как путь, по которому движется процессия верных дума. От подъездной дороги строители построили фуникулер и небольшую железную дорогу, которая и доставляли людей из стройматериала вверх и вниз по довольно крутому склону горы. Поскольку декорации храма должны были выдержать вес тысячи статистов, ступени и фундамент были сделаны из настоящего бетона, который покрасили в цвет мрамора. Декоративные секции были изготовлены в Мадриде из гипса и отправлены грузовиками на строительную площадку, где их подняли на гору, установили на усиленную основу и покрасили. Каждая деталь была пронумерована и подписана для простоты и точности сборки. Сам храм был преимущественно сделан из дерева, замаскированного под камень, чтобы Конан мог легко его сжечь для финала картины. Говорят, что коп, вложивший душу в проект, даже пустил мужскую скупую слезу, когда пришло время сжигать храм. Таким образом, декорация на строительство которой ушли месяцы была разрушена за одну ночь. Итак, Конана поймали... Как дешевку? ...отмудохали и по приказу Дума распяли на древе скорби. Крусовай им. Распять его. Внешний вид дерева был разработан Кобом при помощи итальянского художника-постановщика Пьера Луиджи Базилия, ранее работавшего над бесславными ублюдками 78-го года. Мне насрать на вермах. Это не солдаты, а жалкие трусы. Древо состояло из гипса, отлитого на стальном каркасе. Ветви были сделаны из проволоки и пенопласта. Все это покрывали кусками натурального дерева и штукатуркой в его цвет. Внутри древа по проекту Ника Алдера и его ассистента Питера Войси размещалось электрооборудование и место для техника. Вся декорация была смонтирована на поворотной платформе, чтобы во время долгих съемок поворачивать ее вслед за солнцем. Таким образом команда избегала ляпов с освещением и падающими тенями. Сцену снимали три дня в марте 81-го, почти в том же месте, где снималось крушение поезда в фильме «Лоуренс Аравийский». Шварценеггер, кстати, довольно удобно расположился на древе. Дело в том, что под ним было замаскированное велосипедное сидение, предусмотрительно скрывавшееся его набедренной повязкой. Для механической птицы Алдер и его команда использовали настоящие крылья стервятника, позаимствованные у мертвой птицы. Они крепились к искусственному телу внутренними металлическими скобами, управляемыми рядом крошечных поршней. Оператор стервятника сидел прямо в дереве. Другие стервятники в кадре были настоящими. У команды было четыре птицы, привязанных тонкой невидимой леской к ветвям дерева. Ну, чтобы они не разлетелись. Так как съемкам в голливудском блокбастере они почему-то постоянно предпочитали побег со съемочной площадки. Вот так снимали сцену, в которой избитый и находящийся на грани смерти кемериец все же находит в себе силы перекусить шею незадачливому стервятнику. Кстати, в некоторых материалах говорится, что были и попытки, когда Конан на камеру кусал шею настоящего стервятника, я так понял уже мертвого. И после этих процедур ему всегда приходилось полоскать рот спиртом. Поклонники Конана сразу узнают этот момент, он был в рассказе Говарда и родится ведьма. Правда в нем, по сюжету, Конан освобождает себя сам и не нуждается в последующей магии, чтобы выжить. Что интересно, изначально была снята другая кульминация данной сцены, которую вырезали из фильма. Субатай подбегал к Конану, который был в отключке, но все еще был жив. Монгол, осмотрев своего напарника, наклонялся и просто начинал ощипывать тушку только что укушенного варваром стервятника. Конан открывал глаза и с ужасом вопрошал. Ты же не собираешься жрать эту тварь? На что Субатай сухо отвечал. Я голоден. Жри ее у меня за спиной, чтобы я не видел. Произносил Конан и отключался. Этот кусок вырезали, так как, по мнению авторов, переход от шутливой сцены сразу к серьезной церемонии оживления Конана был просто не к месту. Итак, Конана доставляют обратно к Курганам, где волшебник заботливо полностью покрывает тело варвара арканными символами. Непонятные надписи наносил сам художник по костюмам Джон Блумфилд. Эти руны защищают Конана от духов, которые, несмотря на то, что были вызваны, чтобы дать ему новую жизнь, могли также легко и убить кемерийца. Эта сцена является еще одним омажем японскому мистическому фильму Кайдан. В одной из его новелл представлена практически идентичная ситуация, но там главный герой забывает покрыть рунами две незначительные части своего тела. И после того, как духи исчезают, ему сразу же дают прозвище Хоечи Безухи. Мой господин желает слушать, как Безухи Хоечи играет на биве. Сцена также требовала, чтобы пришедшие призраки левитировали над Конаном. Для достижения такого эффекта на постпродакшене использовались обширные анимационные эффекты, созданные компанией Питера Куррена Visual Concept Engineering. Компания VCE не была первым выбором для создания анимационных эффектов к фильму Конан. Сначала эту роль предложили компании Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Но так как ILM делали свои эффекты на 8-перфорационном формате пленки Vista Vision, а Конан снимался на 4-перфорационный формат, возник конфликт технологий и к работе была приглашена студия VCE. Но ILM все же кое-что сделали для Конана. Бурные облака во время ритуала – это как раз их работа. Хотя самое сложное здесь – это, конечно же, духи мертвых. Они были созданы при помощи ротоскопированной анимации. То есть спецэффектов, которые рисуются вручную, кадр за кадром, прямо на пленке и подгоняются после к кадрам, снятым на натуре. И хотя Джон Миллиус всегда питал явное отвращение к оптическим эффектам, это был единственный способ сделать данные сцены. Вот вы видите концепт дизайна этих призраков, выполненный Леном Марганти из компании VCE. Рисунки будущей анимации покадрово делает художник, потом их также покадрово переносят на пленку. А потом пленки с актерами и анимацией совмещают на специальном стенде-принтере Оксбери, после чего на выходе получается одна совмещенная пленка. Подобное делали в эпоху до появления компьютерной графики. Конкретный пример это Охотники за привидениями, так сделаны сцены с Лизуном и Зефирным Человеком, например. Но об этом я уже рассказывал в соответствующем выпуске. Это человечек в суфле. Также компания VCE часто привлекалась и для простого улучшения сцен. Во время кульминационной битвы при Курганах появляется призрачная Валерия, чтобы защитить Конана от смертельного удара Рексора. Этот момент, кстати, повзаимствован из рассказа Роберта Говарда «Королева Черного берега». Так вот, для этой сцены Сандал Бергман надела специальный облегающий костюм, прозванный на съемках «Диско-костюм», из-за множества крошечных зеркальных элементов, вшитых в ткань художником по костюмам Джоном Блумфилдом. Для этого предварительно пришлось сделать слепок всего тела Бергман. Вот уж кому-то фортануло. Но все же, несмотря на то, что свет от микрозеркал отражался в объектив, натурная съемка была признана режиссером недостаточно ослепительной. Тогда Питера Куррена попросили добавить анимационные сверкающие отблески. Куррены компания ВЦЕ также улучшали последнюю сцену картины – кадры, когда Конан с принцессой Шадизара идут в сторону красивой долины. Вот так этот кадр выглядел в оригинале, а вот так он выглядел с мэтт-пейнтингом и эффектами от ВЦЕ, которые добавили на задний план света с небес и движущиеся облака. И все стало смотреться совсем по-другому. Итак, вернемся к ожившему Конану и к его походу в логово Талсы Дума. Что для этого нужно помимо оружия? Ну, конечно же, боевой раскрас. Первоначально Меллиус хотел, чтобы Арнольд и его спутники раскрасили свои тела в зеленый и коричневый цвета. Но, увидев результат, он передумал, так как, по его словам, это выглядело слишком современно. Вместо этого он придумал угловатый рисунок черной краской. Это немного отсылало к тигриному окрасу и в целом выглядело первобытненько. Кстати, сцены с рейдом на храм Талсы Дума были одними из немногих кадров фильма, где Арни ходил с голым торсом. Вообще, Меллиус с самого начала решил, что Шварценеггер будет одетым большую часть фильма, отказавшись таким образом от клише фильмов о Геркулесе, где актеры всегда ходили с голым торсом. Также это показывало, что актера в кой-то век взяли на роль не только ради того, чтобы он опять с экрана показывал стойки бодибилдинга. Что интересно, склад, в котором снимались данные сцены, был без отопления и там было довольно холодно. А Арни приходилось ходить практически голышом. Да и вообще, фильм снимали зимой и в начале весны, так что холодно было в принципе. Несмотря на то, что испанские пейзажи могут показаться нам летними, актеры там реально мерзли. Средняя температура в тех местах в январе-марте обычно плюс 10, плюс 15. А актерам зачастую приходилось сниматься полуголыми. Все-таки фэнтези как-никак. Поэтому отсняв очередной дубль, лицедеям приходилось быстренько бежать греться под приготовленными пледами и одеялами. Сцена превращения Талс и Дума в змею на первый взгляд кажется простой, особенно в эру компьютерной графики. Но тогда, чтобы ее отснять, было разработано немало ухищрений. Эпизод начинается с Джеймса Эрл Джонса, сидящего на троне рядом с принцессой. Его голова была надежно зафиксирована в одном положении, так как для дальнейших манипуляций нельзя было допустить даже малейшего сдвига. Затем в глаза Джонса были вставлены змеиные линзы, чтобы показать нам первую стадию трансформации. После Джеймс Эрл Джонс уходил, а на отмеченное место нахождения его головы помещалась болванка головы, с натянутой на нее поролоновой маской, снятой с лица актера. В эту маску через отверстие в затылке просовывали макет головы змеи. И при внутреннем давлении змеиной головы на маску, это выглядело так, будто структура черепа Дума приобретает змеиную форму. Затем появлялась аниматронная змея. Сначала только голова, смотрящая в камеру, а потом и все тело. Длина механической змеи была чуть менее двух метров. Несмотря на кажущуюся простоту, для управления этим существом требовалась целая команда людей. Один человек делал движение телом змеи вправо-влево, другой вверх-вниз, третий же заставлял двигать змею головой. Еще несколько человек управляли опускающимся костюмом Талсы Дума, а языком змеи управлял сам Рон Коп. Все это происходило, скажем так, на настоящей съемочной площадке. Но вот когда змея ныряет вниз и вытягивается почти во всю длину, мы оказываемся в миниатюрных декорациях этого же места, построенных Эмилио Руизом в масштабе 1 к 3. А роль змеи теперь исполняет настоящий сетчатый питон. Чтобы заставить ползти его туда, куда нужно, ушло немало дублей и понадобился специально обученный человек. И так как в картине в принципе было задействовано много змей, на площадке всегда находился спец по этим присмыкающимся, которого звали Доктор Тиво. Собственно, он же и предоставил всех змей для фильма. Для фильма были созданы также и маски неандертальцев, которые нападают на Конона и компанию сразу после боя не в камере Оргий. Но в самом фильме их разглядеть почти невозможно, так как часть материалов была удалена. Например, бой наших героев с неандертальцами состоялся также и перед проникновением в храм Талсы Дума, так как они его охраняли. Но данные сцены были вырезаны. Кстати, несколько таких масок можно все-таки заметить по ходу фильма. Вот, например, на этой фотографии. И вот также под шлемами горилл в камере Оргий. Один из них вот варит человеческий супчик. Также еще существовала и сцена, как Конон убивал женщину-рабыню. Одну из наложниц Дума. Сохранились фотографии этого действа. Но отсняв материал, Миллиус решил, что негоже хорошему парню убивать женщин и переснял всю сцену. В новой версии мы уже видим, как Конон просто отталкивает рабыню, чтобы убрать ее со своего пути. Умирая в объятиях своего возлюбленного, Валерия шепчет. Конон понимает это слишком буквально. Интересно тут то, что со сцены костра также колдовали маги из ВЦЕ, чтобы придать ему больше лоска при помощи оптических эффектов. Но Миллиус в итоге отклонил их работу, оставив только натурные съемки. И так, перебив всех приспешников Талсы Дума при Курганах, Конон вновь отправляется к храму Тирана, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Миллиус в итоге Еб***ь сломать Кстати, для этой кровавой сцены была специально создана арестовая кукла Джеймса Эрл Джонса в образе Талсы Дума. Именно ей, в шею, Конон всаживал свой меч, а техники тем временем синхронно подавали искусственную кровь. Что интересно, заканчиваться фильм должен был совсем не так. В сценарии еще присутствовал эпилог, в котором Конан возвращает принцессу в Шадизар. Теперь она станет королевой, так как приспешники Талсы Дума убили Озрика, пока шло вызволение его дочери. Таким образом, Конан исполнял свой долг перед королем, хотя того уже не было в живых. После чего просто отправлялся в закат навстречу новым приключениям. Ведь у Конана нет цели, у Конана есть только путь. Эту концовку, несколько напоминающую кульминацию семи самураев, планировалось включить в фильм. Но на съемки в Испании уже банально не оставалось времени. Тогда Миллиус решил, что не страшно и работу в принципе можно будет закончить в США. Но и там возникли свои трудности, и сей лирический финал так и не был отснят. Возможно, именно поэтому и была удалена сцена смерти короля Озрика, так как теперь она просто не имела никакого смысла. По сценарию Озрика убивала его же охрана, подкупленная Талса Думом. Удаленная сцена, как ни странно, сохранилась. Озрика убивала его же охрана, подкупленная Талса. Подводя итог по блоку о съемках, можно сказать словами Шварценеггера из одного интервью. Если использовать весь материал, который был отснят, фильм про Конана можно было сделать продолжительностью не менее четырех часов. Но, к сожалению, многое было удалено. И судя по тому, что мы узнали из сегодняшнего материала, это нисколько не преувеличение. Ко всем ранее описанным удалениям можно приписать и вот эти уж очень странные фотографии со съемок. То есть я имею в виду, в каком моменте фильма даже теоретически они могли бы присутствовать. Видно, что снимки сделаны в локации Кемерийской деревни. Но по сюжету Конан в этом эпизоде еще совсем мелкий пацан. А тут он мало того, что взрослый, так еще и скачет рядом со своим врагом Торгримом. Ну а такой зимний прикид Конан имел ровно в одной сцене, когда он свалил от Валерии и в одиночку отправился искать Дума. Музыка к фильму это отдельная история. Вообще музыка настолько важна для Джона Миллиуса, что он даже включает ее фоном в качестве топлива для вдохновения, когда пишет свои сценарии. Силу музыки вовсю Миллиус использовал и на съемочной площадке. Например, во время репетиций он включал композиции, подобранные так, чтобы вдохновить актеров и создать им нужное настроение. Просто на тот момент, конечно же, еще нет музыки, написанной специально для фильма, поэтому режиссер ставит вещи, проверенные временем. Например, одной из любимых композиций Миллиуса во время съемок Конана была знаменитая кантата Карла Орфа под названием «Кармина Бурана», которую режиссер даже планировал включить в фильм. Но пока шел долгий производственный процесс Конана, на экраны успел выйти фильм «Экскалибур», в котором широко использовалась данная партитура Орфа. Поэтому в Конане от нее пришлось отказаться. В общем, Миллиус изначально планировал Конана как сплошной музыкальный концерт. Этакую большую оперу, но только без пения. Для этого нужен был серьезный композитор, умеющий работать с оркестровой музыкой. Такого Миллиус увидел в «Безеле Полидурисе». Нужно отметить, что тогда Безел еще не был тем самым композитором, который написал музыку к «Звездному десанту», «Ковбою Мальбора» и «Робокопу». На тот момент за спиной Полидуриса было только два серьезных проекта. Это фильмы «Голубая лагуна» и «Все решается в среду». Как вы уже поняли, Миллиус просто решил нанять проверенного человека, с которым уже работал над более ранним фильмом. Режиссер поступил нетипично для киноиндустрии того времени и нанял композитора еще до начала съемок. Так как у Безела было еще немного опыта, работу построили следующим образом. Когда фильм был отснят, смонтирован и готов к озвучиванию, Миллиус накидал под видеоряд временную музыкальную дорожку, используя в нужных местах кульминационные моменты от известных композиторов. Упор был сделан на Вагнера и русских маэстро Стравинского и Прокофьева. По признанию Полидурица, его очень пугала мысль, что теперь в своей работе неизбежно придется соревноваться с великими мэтрами и суметь не сильно уступить им. Но в саундтреке Миллиуса не было единого тематического содержания, которое бы пронизывало весь фильм. Различные виды музыки, выбранные Джоном, были совершенно несопоставимы. Это, конечно, создавало настроение, но не хватало какой-то тематической целостности, скажем так. Поэтому как только Безел осознал, что его задача состоит вовсе не в том, чтобы копировать мастеров, а в создании целостного саундтрека, лишь только опирающегося на настроение, заданное режиссером, работа пошла легче. По ходу написания Миллиус и Полидуриц постоянно сотрудничали. При проработке музыки для битвы при Курганах, чтобы объяснить композитору свое видение, режиссер встал и начал ходить по комнате, рубя противником воображаемым мечом под битву на льду из кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский». Замес – мое почтение. Обоим понравилось использование хора в этом произведении, и поэтому данный элемент перекочевал в Конона. Для записи оркестра Полидуриц Теса сотрудничал с дирижером Грегом Макричи, который уже работал с ним над Средой и Голубой Лагуной. Запись шла в течение трех недель. К работе был привлечен оркестр из 90 инструментов и хор из 24 человек, которых Полидуриц отобрал лично. Для Конона был записан не только оркестр и хор, но и песнопение. Изначально они были написаны на английском, затем переведены на латынь и на ней же спеты. Вот сцена нападения на деревню. Если перевести обратно на английский, то это звучит примерно так. И еще одно песнопение звучит, когда обезглавливают мать Конона. В этот момент молодой Конон получает от Дума, то есть в переводе от судьбы, дар ярости, и жизнь Конона меняется раз и навсегда. Но несмотря на отличную музыку, в своем году в премии Оскар саундтрек не засветился. Зато работа Полидурица была номинирована на премию Сатурн. Это жанровая награда, вручаемая Академией научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов. Друзья, небольшое обращение. Если вам нравятся мои работы, в частности вот эта вот большая документалка про Конона, то большая просьба поддержать ее рублем. Это можно сделать как единоразово, по ссылке в описании, так и подписавшись на Бусти. Там выходят версии этих же разверток, но без цензуры и без подгонки под авторское право. В общем, монтирую как хочу, а не как скажут. Также на Бусти проходят киностримы. Все ссылки в общем в описании и огромное вам спасибо. Канал держится сейчас только на вас. После завершения основных съемок в мае 81 года команда Конона разъехалась по своим делам. Миллиус вернулся в Калифорнию и приступил к процессу постпродакшена. Начали делать немногочисленную графику, озвучку и звуковые эффекты. Первые варианты монтажа получались слишком длинными, под три часа. Миллиус не сильно хотел резать материал, но продюсер Дина де Лаурентис дал четкую установку. Фильм не должен был длиться более двух часов. Три монтажера работали в три смены, чтобы сократить фильм и успеть к сроку. Релиз планировался на Рождество 81 года, но Universal внезапно обеспокоилась тем, что в фильме очень много насилия. Сид Шейнберг, президент Universal, увидев черновой вариант, счел его слишком жестоким для фильма, выходящего в такой светлый праздник. Поэтому выпуск отложили. Вместо этого рождественским релизом Universal стал фильм «На золотом пруду». А дата выпуска Конона была перенесена на февраль 82. Но возникла новая проблема. Рейтинговая комиссия попросила Джона Миллиуса снизить уровень насилия для получения рейтинга R. Снова начался монтаж. Снова релиз был отложен. В итоге, после нескольких тест-показов, организованных Universal в феврале и марте 82 года, общая продолжительность фильма была серьезно сокращена, что и привело к многочисленным урезаниям, о которых я уже рассказывал. Также в сцене битвы при курганах было вырезано около шести минут материала. Например, в фильме нет момента, как Конон кидает копье, но есть сохранившиеся фотографии данной сцены. Теперь релиз планировался на апрель, но рейтинговую комиссию все равно не устраивало насилие. Начался еще один перемонтаж, и дата выхода была перенесена еще раз, уже на май 82 года. Тем не менее, рекламную кампанию Конона продюсеры начали еще в 80-м году. В кинотеатрах по всей территории США были развешаны постеры. Тогда еще даже съемки не стартовали, поэтому на данных постерах использовались рисунки Фрэнка Фрозетты, взятые с обложки романа 66-го года «Конон. Искатель приключений». 19 февраля 82-го года в Хьюстоне, штате Техас, родном штате создателя Конона, был впервые показан небольшой тизер фильма. В последующем месяце такие тизеры были показаны еще в 30 городах по всей стране. В Вашингтоне ценители Конона образовали длинные очереди на улицах. Билеты на фильм, перед которым крутили этот самый тизер Конона, быстро раскупали. В Хьюстоне более тысячи человек даже не смогли приобрести себе билеты, так как они просто кончились. Нет. Мест больше нет. Но мы очень хотели его посмотреть. Неужели нет другого выхода? 16 марта на церемонии вручения премии фотограмма с Деплата в Мадриде состоялась мировая премьера фильма. В общем-то там, где он и снимался. В это время фильм подрезали для проката в США. Изначально Universal планировали, что премьера в Штатах состоится на выходных перед Днем памяти. Это 22 и 23 мая. В это время закрываются учебные заведения и начинается летний сезон. Однако во избежание конкуренции с другими ожидаемыми фильмами, такими как «Инопланетянин» и «Рокки 3», было решено перенести первый показ на немного более раннюю дату. В итоге Конон вышел на экраны 14 мая 1982 года, сразу в 1400 кинотеатрах по всей территории США. В первые дни премьеры был настоящий ажиотаж. В 16 городах люди выстраивались в очереди длиной в квартал и стояли в них по 8 часов. Арнольд Шварценеггер активно помогал продвигать фильм, вследствие чего отмечалось, что в некоторых залах до трети присутствующих людей были культуристами. За первую неделю Конан Варвар собрал в прокате почти 9,5 миллионов долларов. Затем ажиотаж начал спадать. Кстати, в какое-то время Конан шел в прокате одновременно с нечто Джона Карпентера. Я бы сходил на такой двойной сеанс. Неплохо началась зима. Всего за время проката сборы в США составили 39,5 миллионов. Еще 29 с хвостиком занесли зрители других стран, что в общей сложности составило почти 69 миллионов прибыли без вычета расходов. По внутренним сборам фильм оказался на 17 месте среди самых кассовых фильмов США за 82 год. Хоть Конан и вышел в неплохой плюс, но все же его финансовые результаты оказались недостаточно высокими для блокбастера. Тут нужно отметить, что схожий по тематике фэнтезийный фильм «Меч и колдун» также собрал в Штатах 39 миллионов. А это, на секундочку, был малобюджетный независимый фильм от Альберта Пьюна, стоивший всего 4,5 миллиона долларов. Мне с тобой делить нечего. Прочь с дороги. Ромель мой. Теперь нам есть что делить. Но на помощь Конану пришел домашний прокат. На видеокассетах фильм был выпущен 2 октября 82 года, и Конан Варвар держался в топ-списке самых продаваемых видеокассет почти полгода. Доходы от домашнего видео нигде не указаны, но по всем признакам это очень солидная сумма. Доходы от продажи видеокассет. Из пиратских лайков тоже. Даже несмотря на не самые хорошие финансовые успехи в прокате, Конан все 80-е оставался самым кассовым фильмом, снятым по комиксам. Тут я напомню, что компания Марвел издавала комиксы по Конану, что, кстати, привело к диссонансу у критиков. Еще до релиза все полагали, и не безосновательно, что любая экранизация комиксов обречена стать бездумной банальной пустышкой. Но по выходу Конана в прокат критики были удивлены и кое-где даже встревожены погружением в некую идеологию и глубоким использованием нитшианских тем. Критики подчеркивали, что эпиграф к фильму принадлежит немецкому философу Фридриху Ницше, чьи работы часто ассоциировались с фашизмом и национал-социализмом. А главный герой явно подается в образе сверхчеловека. Роджер Эберт выразил обеспокоенность изображениям в фильме того, как мускулистый белый человек отрубает голову темнокожему и презрительно сбрасывает ее вниз. Данное опасение разделял также ученый Адам Робертс, добавив, что Конан в той или иной степени связан с фашистской идеологией. Тут интересно, что защищая Арнольда перед Лаурентисом, который, напомню, считал актера поначалу нацистом, Миллиус так и сказал продюсеру, да я сам нацист, увольняй тогда и меня. Это Миллиус рассказывал сам, правда уточнил, что говорил он это в шутку. Но, как вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки. И шутка ли, но в Германии в 1993 году за убийство были арестованы 3 17-летних школьника. Все трое оказались приверженцами идей Алоизыча и у них было что-то вроде секты. И вот что сказал один из убийц в интервью прямиком из тюрьмы. Еще нам очень нравится картина Конан Варвар. Это потрясающая архаичная история о возмездии. И я не могу передать словами, как приятно видеть могущество в кавычках семитского полубога, превращающегося в прах перед лицом стальной воли могучего непреклонного варвара. Это просто фантастический фильм и на наш взгляд, наверное, лучшее, что было в кинематографе после 45-го года. Еще в 1982 году некоторые критики нарекли Конана последователем идей и эстетики немецких фильмов Лени Рифеншталь, ярый национал-социалистки времен Третьего Рейха. А Арни в роли Конана интерпретировали как образ истинного арийца. Хорошо, хоть Арнольд не пошел в кино со своим вторым именем Алоиз, а то аналогий с австрийским художником в прессе было бы куда больше. Отойди от него, он нацист. Евреи, конечно, сволочи, но эти-то еще хуже. Киношного Конана рассматривали как антигероя, который просто склонен сталкиваться с противниками более злодейскими по своей природе, чем он сам. Возможно, именно это негативно повлияло на прокат. Ибо, повторюсь, малобюджетный меч и колдун собрал такое же количество денег, не имея ни такого огромного бюджета, ни такой рекламной масштабной кампании, как у Конана. В итоге для Джона Миллиуса Конан Варвар буквально стал вершиной успеха, после которой последовал спад. Следующим фильмом режиссера стала антисоветская клюква под названием «Красный рассвет», которую, будучи ярым антикоммунистом, он снимал по идеологическим соображениям. И более антисоветского фильма, наверное, просто не найти. Вот что значит быть идеологически заряженным. Кстати, это Уильям Смит, отец Конана. Как вы помните, он изучал русский язык. Видимо, поэтому Миллиус и взял его на роль. Фильм «Красный рассвет» рассказывал американцам о плохих русских и методами пропаганды прививал зрителям определенные отношения к СССР. Но слепая ненависть к чему-то несет только деструктив и очень символично, что начиная именно с «Красного рассвета» карьера Миллиуса пошла вниз. И он больше никогда, даже близко не приближался к уровню своих работ, до Конана включительно. Что творится? Хотя нужно отметить, что сериал «Рим», в котором Миллиус был продюсером и сценаристом, очень хорош. И это единственное, что можно выделить в его карьере после Конана. Отличная история о том, что так любил Миллиус до того, как ударился в провизну о крепкой мужской дружбе и кодексе чести. Мой дом за улицей красильщиков, так что пусть тебе сопутствует удача. Что касается Дино де Лаурентиса, то до Конана последним его успешным фильмом был «Кинг-Конг» 1976 года, который даже был удостоен «Оскара» за визуальные эффекты. После чего продюсер потерпел серию неудач, тот же Флэш Гордон провалился с большим треском. Поэтому Конан Варвар должен был стать для Де Лаурентиса этакой точкой реабилитации. И в целом ставка сработала. Однако, несмотря на то, что оригинальный фильм и сиквел были коммерчески успешны, последующие крупнобюджетные проекты продюсера, такие как «Дюна Дэвида Линча», «Порождающая огонь по Кингу» и «Год дракона с Микки Рурком» все равно оказались провальными. И в 1988 году де Лаурентис был вынужден объявить о банкротстве. Сандал Бергман, женское лицо Конана, получила за роль Валерии премию «Золотой глобус» с пометкой «Прорыв года». А также взяла премию «Сатурн» как лучшая актриса фэнтези. Но, как вы уже знаете, как и у других участников Конана, дальше этого карьера ее так и не пошла. Тут как будто какое-то проклятие. Исключая, правда, пару человек. Арнольд же, в отличие от Бергман, был номинирован на антипремию «Золотая малина» в категории «Худшая мужская роль». И тем забавнее, что именно он в дальнейшем достиг наибольшего успеха среди всех причастных к Конану. Это никогда не поздно, Субботай. Но еще хорошо стартанул и композитор. Полидурис впоследствии приобрел большую известность в киноиндустрии. Его музыка заслужила хвалебные отзывы критиков. Некоторые буквально говорили, что фильм «Конан» стоит смотреть только из-за нее. Именно после прослушивания музыки «Конану-варвару» Пол Верхувен стал сотрудничать с Полидурисом. Композитор написал музыку к его фильмам «Плоти кровь», «Звездный десант», ну и, конечно же, «Робокоп». А при написании музыки к «Вспомнить все» композитор Джерри Голдсмит основывался на работах Полидуриса. Но больше всего выгоды «Конан-варвар» принес, конечно же, Шварценеггеру. И это даже не гонорар. Арнольду заплатили всего 250 тысяч, хотя по контракту он имел право на 5% от прибыли фильма. Не знаю, какая прибыль имеется в виду, но если общая с проката, то это 3,5 миллиона. Итак, вы готовы оплатить всю сумму? Да, я оплати. Но дело было даже не в этом. Арнольд и так был небедным человеком. Свой первый миллион он заработал еще в 80-м году. И вы, наверное, подумаете, что в качестве бодибилдера, но нет. Это был заработок на сделках с недвижимостью. Дешево купил, удачно продал. Это никогда не поздно, Субботай. Нет. Арнольд, в общем-то, не нуждался в деньгах, но остро нуждался в славе киноактера. А она к нему в руки никак не шла. До Конана, который наконец-то запустил кинокарьеру актера. Именно поэтому я называю Конана-варвара по-настоящему самым первым фильмом Шварценеггера. Да и сам Шварц и по сей день считает Конана божьим даром для своей карьеры и уверен, что был рожден сыграть данную роль. Не говоря уже о многочисленных респектах от коллег по цеху. Ты знаешь этого обормота? Да, он классно сыграл в фильме «Конан-варвар». Игра Арни в этом фильме привлекла внимание режиссера Джеймса Кэмерона, который в итоге и пригласил сниматься австрийцев «Терминатор» на роль самого Терминатора, что впоследствии сделало Шварца еще более популярным и, скажу больше, сделало его даже иконой Голливуда. Но перед этим, конечно же, еще успел выйти сиквел Конана. Но и то, и другое уж, извините, это совсем другие истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова